Привет, это Викер Мэг, канал о культах и культурах. Сегодня будет необычный выпуск, потому что мы будем говорить не о какой-то древней традиции, а о достаточно новой и спорной. Настолько спорной на самом деле, что The New York Times задается вопросом, что если вечеринки, где объявляют пол-ребенка, прокляты? Так что да, речь пойдет о так называемых gender reveal parties, о том, кто и как их устраивает, об их благих намерениях и кошмарных последствиях. Будущие родители издавна пытались узнать пол-ребенка. В средние века беременные женщины ходили к шарлатанам, которые при помощи так называемого «колеса мочи» давали им ответ на этот вопрос, исходя из цвета их естественных отправлений. Позже разные гадалки, бабки, просто обеспокоенные родственницы выдвигали предположения о поле ребенка, ощупывая живот беременной и рассуждая о том, как изменилась ее внешность. Если женщина осунулась, то это, конечно, не следствие тяжелых гормональных превращений в организме, а девочка выпила красоту. Примерно в 18 веке появилась традиция, когда отец угощал окружающих сигарами после того, как ему объявляли пол-ребенка. А в начале 20 века мужчина даже приносил сигары в офис, чтобы за него порадовались и коллеги. Компании выпускали специальные пачки для отцов-мальчиков и отцов-девочек, где пол ребенка был гордо провозглашен на каждой сигаре. А в 1960-х появилось ультразвуковое исследование плода, благодаря которому уже после 11 недели беременности можно было определить его пол. До последнего времени это событие было предназначено для узкого круга людей, но в конце прошлого десятилетия люди вдруг стали делать результаты УЗИ достоянием общественности и все более странными способами. Одна пара заставила своего домашнего крокодила разгрызть арбуз, наполненный цветным желе. Синий значит мальчик. В другом случае сомнительная честь объявить пол ребенка выпала бегемоту. Это крайности. Давайте сначала посмотрим, как должна проходить нормальная вечеринка с оглашением пола в теории. В норме родители приходят на УЗИ и сразу предупреждают врача, что он не должен озвучивать им пол ребенка. Они просят, чтобы врач, проведя процедуру, написал на бумажке слово «мальчик» или «девочка» и положил ее в конверт. Этот запечатанный конверт родители могут отнести, например, в кондитерскую, где просят испечь торт с начинкой, соответствующей секретной информации от врача. Розовая начинка, если будет девочка, синяя, если мальчик. Потом на вечеринке этот торт разрезают перед всей семьей и друзьями и радуются. Редактор субтитров А.Семкин Причем иногда гостей просят угадывать пол будущего ребенка, приходя на праздник в одежде определенного цвета или ставя крестики на специальной доске. Многие гости при этом приносят по два подарка – розовенький и голубенький, а потом тот, что не пригодился, сдают обратно в магазин. Кстати, если вы обратили внимание, исходя из названия этих вечеринок, родители как бы озвучивают на них социальный пол ребенка, то есть его гендер, а не его биологический пол. Биологический пол в английском языке – это секс, а мамы с папами всячески стараются избегать сексуальных коннотаций. Хотя одна пара как-то пригласила гостей именно на секс-ревеал-партии, но в приглашении была приписка, что это не секс-вечеринка, и как вообще ты такое мог подумать, грязный извращенец. Естественно, там, где возникает запрос, со временем возникает и индустрия, которая его обслуживает. Поэтому в Северной Америке в 2010-х произошел бум не только агентств, которые организовывают такие вечеринки, но и УЗИ центров немедицинской направленности. То есть родители приходят в офис, где им не поставят диагноз, не дадут какие-то рекомендации, а просто покажут высококачественную картинку на большом экране, которую можно будет потом еще и расширить в соцсетях. При этом УЗИ выступает скорее не как человек, который использует медицинскую технологию, а как кто-то средний между шаманом и семейным фотографом, или даже турагентом. Академики используют для описания таких практик слово биотуризм или эмоциональная сонография. Вас как бы приглашают совершить путешествие внутрь своего тела. В таком бизнесе маме ребенка не скажут, мол, мы не можем получить четкую картинку плода, ей скажут, малыш застеснялся и отворачивается. Дальше больше. Вместо традиционных вечеринок с тортиком, некоторые семьи стали организовывать УЗИ-вечеринки, на которые специально приглашенный специалист приезжает с аппаратом и объявляет пол ребенка. Но в самом простом исполнении Gender Reveal Party это просто запечатанная коробка, из которой извлекают какую-то женскую или мужскую символику. Что в коробке? Сначала дай пистолет. Что в коробке? Дай пистолет. Он уже сказал тебе. Ты врешь. Ты грязный врун. Естественно, на такой богатой почве появилось множество, мягко говоря, избыточных вариаций объявления пола. Шарики с цветными конфетти внутри, ногти с бенгальскими огнями, пиньяты, которые разбиваются бейсбольной битой, ММД с орешками или без, если вы понимаете о чем я, футболки с принтом в виде реального УЗИ-снимка и так далее. На тематических вечеринках пол ребенка объявляют с помощью алфавита из очень странных дел. Или сортирующие шляпы из Гарри Поттера. Но излюбленным приемом родителей инфлюенсеров стали разного рода дымовухи. И в одну статью о таких вечеринках в качестве иллюстрации даже попали киевские активисты с фаерами. На реддите даже шутили, что в своей знаменитой сцене с розовым дымом из в остальном черно-белого фильма «Рай и ад» Акира Курасава предсказал появление «Gender Reveal Parties». Но там, где непрофессионалы размахивают битами, стреляют цветными ракетами или пытаются что-то взорвать, порой случаются катастрофы. В последние годы шутки об этом стали такими расхожими, что уважающий себя полицейский сериал должен обязательно выпустить серию, где наряд приехал на вызов именно с такой вечеринки. База, 7.15. Нужны саперы на Морланд-стрит 4-3-1-2. Мэм, отойдите. Готова? Да. Полиция! Даче, могу помочь. Твою мать! Причем это не художественный вымысел. Все, наверное, слышали о сентябрьских пожарах в Калифорнии, где после одной такой тусовки сгорело 4000 гектаров леса. Конечно, леса горят в катастрофических масштабах и без какой-то гендерно маркированной пиротехники, но ситуация была настолько абсурдной, что породила кучу мемов, которые высмеивали нарциссизм, эгоизм и овершеринг организаторов. И это не первый, кстати, такой случай. Пару лет назад то же самое произошло в Аризоне, где пожар нанес убытков на 8 миллионов долларов. А в Австралии полиция неоднократно выезжала на сообщения о машинах, которые катились в клубах цветного дыма. Каждый раз оказывалось, что это будущий отец таким образом сигнализирует всем мимо крокодилам о том, что у него будет сын. В одном случае машина вообще сгорела. Но это еще ничего по сравнению с прошлогодним случаем, когда куском самодельного взрывного устройства убила одну из присутствовавших женщин. Я уже не говорю о случаях, когда все заканчивалось банальными драками. Так что вечеринка в типичной одноэтажной Америке напоминала скорее ирландские поминки, о которых вы, кстати, можете посмотреть мое предыдущее видео. А инстаграм-комики специально инсценировали вечеринку с катастрофической развязкой. Едким дымом, кровавой рвотой и вызовом полиции, чтобы напомнить подписчикам, что гендер это социальный конструкт, и его торжественное объявление не стоит таких жертв. К счастью, у многих родителей тоже есть чувство юмора, и вместо разрезания тортика с помощью мачете с завязанными глазами, они выкладывают, например, стилизованный под всем известный фильм постер с подписью «Паразит появится весной 2021 года». Или вовсе снимают короткометражный хоррор, стилизованный под омен. С теглайном «Она явится ко дню благодарения». И я уже молчу об этом. Ну а если забыть об этих креативных способах объявить полребенка, то вопрос остается, зачем люди делают это? Зачем заказывают дорогие торты в виде беременного живота или торса с грудью? Головы у таких фигур обычно нет, потому что «Gender Reveal Party» это никогда не о матери и не о материнстве. Это именно об эмбрионе, который хранится вот в таком контейнере и скрывает от всех свой пол. И это еще одна причина, из-за которой критикуют такие вечеринки, когда они низводят беременную женщину до эдакого безликого сосуда. Другая причина состоит в том, что такие мероприятия приписывают какие-то дефолтные характеристики еще нерожденному человеку. И если для консервативных родителей назвать свою вечеринку «пушки» или «блестки» может быть нормой, то у гостей попрогрессивнее это может уже вызвать испанский стыд. Я уж не говорю о том, что культура, в которой мальчики сделаны из веснушек и хлопушек, а девочки из цветочков и звоночков, часто навязывает женщине мысль, что мужчине нужен именно наследник мужского пола. И добавляет к ожиданию еще и такой сорт беспокойства. Так почему же люди идут на это? Какие механизмы в обществе подталкивают их делать перформанс из содержимого матки? Тут надо начать с того, что по мере того, как старые ритуалы исчезают или в них отпадает необходимость, общество создает новое. Иногда в них добавляется элемент саспенса, как во время предложения руки и сердца. Например, будущие родители могут пригласить в ресторан двух своих близких друзей и в такой псевдоромантической обстановке торжественно предложить им стать крестными родителями. Многие семейные ритуалы – это на самом деле адаптированные под современные условия древние ритуалы перехода. Например, мне в фейсбуке недавно попались фото с тематической вечеринки, которую мама закатила в честь первой менструации у своей дочери-подростка. А люди, которые совершили транс-переход, иногда пародируют gender reveal parties и объявляют о своей идентичности в специально стебной розово-голубой обстановке. Антропологи и социологи выделяют несколько причин того, что именно вечеринки для объявления пола стали так популярны. Во-первых, вокруг других брачных ситуаций и так много ритуалов. Предложение, помолвка, свадьба. Даже из развода можно сделать тусу, как, например, поступила Шенна Моуклер, когда развелась барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. И она была такая не одна. Я собираюсь устроить вечеринку. Вечеринку в честь развода. А вот вокруг беременности таких ритуалов не было. Клиники с их стерильностью не оставляли пространства для каких-то семейных обычаев. А христианская церковь больше заботится о том, какое значение будущий ребенок имеет для Бога и для общины, чем то, какое значение он имеет для своих родителей. Появилась так называемая ритуальная лакуна, которую родители заполняют по своему разумению. Facebook еще в 2012 году позволил устанавливать статус, объявляющий о прибытии ребенка, где также можно было указать его пол. Но зачем ограничиваться сменой статуса в онлайне, если можно закатить вечеринку в реале? В качестве причин также называют потребительское соперничество. Если твои знакомые устроили пати, на котором синий или розовый дым валил из дрифтующего автомобиля, то тебе нужно выложить в инстаграм, как он валит уже из какого-нибудь легкомоторного самолета. Есть также более невинные и менее нарциссичные объяснения. Например, родители могут хотеть показать, что будут рады ребенку любого пола. Это не так уж и бессмысленно, учитывая, что в 21 веке все еще существуют целые культуры, практикующие так называемые селективные аборты. Или же родители могут таким образом ритуально скреплять связь со своим будущим ребенком. Несмотря на свою загадочность, после УЗИ этот мальчонка или девчонка в коробчонке как будто становится им ближе и знакомее. А некоторые просто хотят расслабиться после всех беременных переживаний и объявить окружающим в первую очередь не пол ребенка, а то, что он здоров. Ну а некоторые критикуют эту практику за то, что она навязывает так называемое перформативное материнство. Беременная женщина в соцсетях чувствует себя как заключенный в паноптикуме. Она не знает, наблюдает ли за ней кто-то в данное время и вообще интересно ли кому-то ее положение. И поэтому она вынуждена предполагать, что все-таки за ней наблюдают и стараться при этом все сильнее и сильнее. Вообще вечеринки в честь пола будущего ребенка возникли как игра. Родители вытаскивают один из двух лотерейных билетов, где оба билета как бы выигрышные, но интрига и интерес от процесса все равно сохраняются. Но как писал Йохан Хёйзинга в книге «Человек играющий», когда даже несерьезная игра превращается в функцию культуры, за ней увязываются все больше и больше обязанностей, которые нужно соблюдать. Так что, возможно, проблема таких вечеринок началась не тогда, когда на них стали приносить пиротехнику, а тогда, когда они превратились в товар и в обязаловку. Поддержать канал можно не только лайком, шером или комментарием, но и подпиской на Патреоне, где у меня также есть парочка бонусных подкастов. Расскажите, какие темы и явления вам интересны помрачнее или повеселее, а я уж что-нибудь придумаю. А сейчас переключайтесь, пока! Субтитры сделал DimaTorzok